Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи и мы продолжаем карьеру за Серегу Таранова в FIFA 23. Сегодня у нас стартует 1.8 Лиги Чемпионов и как вы уже смогли заметить, мы попали на французский Монако. В прошлой серии друзья, вы помните, мы были номинированы на звание игрока месяца и по итогу мы стали лучшим игроком месяца января. Я думаю здесь стоит поблагодарить болельщиков, чуть прокачаем как раз таки очки-одиночки, ну а также у нас есть интервью прессе часть 2. Здесь у нас ребята есть возможность похвалить нашего тренера, он знает как общаться с игроками, я думаю тоже за очки-одиночки мы как раз таки этот ответ и выберем. Мы смогли выйти с первого места из группы и сейчас попали ну не на самую, так скажем, серьезную команду, но тем не менее давайте взглянем вообще на пары 1.8, вот так вот они выглядят. Эрва Лейпциг-Севилья, Монако-Вестхэм, Барселона-Милан, ПСЖ-Манчестер-Сити, Ливерпуль-Мадридский Реал, Вильяреал-Тоттенхэм, Интер-Бавария и Ювентус-Зенит. Очень интересные пары, Зенит смог пробиться в 1.8, ну и также интересные противостояния Ливерпуль-Реал, ПСЖ-Манчестер-Сити, Барселона-Милан. Так что, ребят, нам нужно постараться сегодня выиграть, мы вылетели в прошлой серии из Кубка, так что нужно реабилитироваться. Наша команда полна сил, да, нас покинул Лукас Пакета, но мы должны, ребята, продолжать. Биться, у нас также пришел Шлагер в прошлой серии, но, как мы видим, его пока не выпускают. Вы усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, обязательно прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте в телегу, ребята, там у нас все новости и анонсы выхода с серии, ну а также информация о ближайших стримах, ребята. Будут стримы, будут на Ютубе, на ВК-плее, так что следите за новостями, возможно, по поводу этого всего еще сделаю небольшой отдельный ролик с анонсом, так что, ребята, следите за новостями. Ну и можете заглядывать на мой второй канал с прохождениями, его названием Фандом Лига, все ссылочки в закрепленном комментарии. Головин, кстати говоря, выходит в старте в Монако, ну и, ребята, поехали. К сожалению, не получилось у нас в Карабао Кап пройти в финал, но у нас, ребята, есть еще борьба в чемпионате, а также есть Эмирейтс Кап и Лига чемпионов. Мы приехали в гости к Монако, сейчас посмотрим на поставленные задачи для Сереги Таранова, нужно нанести три удара по воротам, забить один гол и также получить оценку не ниже восьми с половиной. А вот и первая атака Монако, они уже залетели в нашу штрафную и пытаются по-хозяйски что-то придумать. Серега Таранов ждет мяч в центре поля, а вот и прошел удар, и Ариуля уже вступает в игру. Монако сразу, без раздумий, начинает атаку, начинают бить по воротам, ну это хоть и двухматчевое противостояние, здесь все равно важно забивать голы, тем более, когда ты играешь дома. Серега Таранов, момент для удара, есть и гол тоже, ребята. Вот здесь вот неожиданностью была пушка Таранова, как для защиты, так возможно и для самого Таранова. Ну удачу пробил, но с таким ударом справиться сложно. Здесь, казалось бы, подбирал мяч наш партнер по команде. Ну а в итоге Серега Таранов подхватывает и бьет в ближний. Вот здесь снова, по-моему, это Фред как раз таки навязал борьбу, ну а дальше Таранов. Протаскивая мяч про штрафной, бахает с левой. Десятый гол в семи играх Лиги Чемпионов. И довольно неплохое начало для нашей команды. Тринадцатая минута. У нас уже середина первого тайма, пока что команда нанесли только лишь по одному удару. Если с ударом Монако наш голкипер справился, то вот с ударом Сереги Таранова голкипер Монако справиться не сумел. Поэтому счет пока 1-0 в нашу пользу. Но игра, так знаете, вот чем-то напоминает игру с Тоттенхэмом. Тоже вот так вот немножко затянуто. Сейчас опасный момент, удар по воротам 1-1. Тридцать первая минута. Здесь, к сожалению, была просто уйма времени у футболиста Монако, чтобы прицелиться и поразить дальний угол. Пашалич пробивает в дальний. Ореуля здесь спасти не сумел. Второй удар Монако. И он оказывается результативным. И снова Серега Таранов. Хороший перевод мяча налево. Прокидывает мяч Таранов в штрафной. Нужно катить в центр. И здесь Ланцини немножечко не успел к мячу. А вот теперь продавить. Не получилось у Чуамини. Но есть еще целых 5 минут в этом первом тайме. Нужно, ребята, додавливать сейчас соперника. Забросик на Чуамини. До него мяч не доходит. Продолжаем давить. И снова Таранов. Дальний удар поворотом. Это было опасно. Одну минуту добавил главный арбитр к первому тайму. Она истекла. И у нас перерыв. Пока ничья 1-1. Параллельно играет Севилья и РБ Лейпциг. Там ничья 0-0. У нас 1-1. И мы продолжаем. Серега Таранов. Его цепанули за ногу. Но можно продолжать игру. Это, возможно, будет отложенная карточка. Таранов прокинул мяч на Дембеле. Удар Ланцини. И будет угловой. А вот уже и Монако левым флангом залетает в нашу штрафную. Скидка под удар. Здесь Доусон блокирует. И будет угловой у наших ворот. Но пока игра абсолютно равная. Как по ударам, по созданным моментам. И вот так вот, как качели. То в одну сторону качнется, то в другую. Опасно. Снова Доусон навязывает. Навязывает сопернику. Прессинг. А вот здесь просто подарили мяч. Вы серьезно? Так здорово отоброняться. И так глупо отдать мяч на ногу сопернику. И вот кто-то мне в комментариях пишет о том, что там матч проиграли из-за того, что у Сереги не было сил. Ребят, играет не один Таранов. Играет команда. И когда вот такие вот моменты происходят. Но здесь, мне кажется, Таранову вообще глупо предъявлять какие-то претензии по поводу усталости. Не было еще ни одного матча, где Серега Таранов из-за усталости не смог что-то сделать. Он даже без сил несется на ворота соперника и пытается забить. Таранов, передача. Корне. Пытается сейчас обыграть на фланге. Таранов помогает. Ну же, Ланцини забей. 2-2, ребята. 2-2. Ланцини делает свое дело. 64-я минута. Так же быстро, как Монако отыгрались после нашего гола. Мы отыгрываемся быстро после их второго гола. И здесь уже Таранов ассистирует. А Ланцини забивает. И он покидает поле. Выходит Влашич вместо него. А вот и выход шлагера, ребята. Наш новичок выходит вместо Фреда. Игра здесь на фланг, на Корне. Но тот ошибается. А здесь ошибаются уже футболисты Монако. Серега Таранов забрасывает. Ну же, Таранов, вложись! Он попадает ровно в ногу соперника. У нас угловой. 77-я минута. Подача в штрафную. Таранов! Еще один момент от Чуамини. Но здесь мяч не летит. Створ. Неплохо. Неплохо накинул Корне. И в последние минуты мы поддавливаем Монако. Но, к сожалению, моменты не столь опасны. Таранов переводит на фланг. Корне. Снова Таранов. Залетел в штрафную. Удар. Такой моментище. Как подцепил Таранов этот мяч. Но немножечко точности не хватило. Он просто аккуратно носочком его закидывал в дальний угол. Но мяч пролетает рядом со штангой. И остаются уже буквально считанные секунды. Я думаю, арбитр, конечно, еще что-то добавит. Шлагер. Молодцом. Серега Таранов. Хорошая передача. Таранов. Удар. И снова голкипер Монако спасает Шлагер. В центр вышел очень здорово. На выезде мы играем с Монако 2-2. Все будет решаться в нашем домашнем поединке. Ну и пока я скажу так, что, наверное, все-таки игра очень равная. И у обеих команд примерно равные шансы на проход дальше. Мы лидируем в турнирной таблице. И встречаемся сейчас с Ливерпулем. Это домашняя игра. Вот стартовые составы. И ребята, поехали. Если бы, ребята, это была реальная жизнь, то я думаю, с приходом Шлагера и то, как он действовал после выхода на поле в матче с Монако, это был бы серьезный такой подспор для занимания места Фреда на футбольном поле. Нам нужно сделать три передачи на половине поля соперников, нанести три удара по воротам и получить, ну, не самую высокую оценку в этой встрече. Тем не менее, семь с половиной тоже нужно еще, ребята, заслужить. Тем более мы играем против Ливерпуля. Ну, нет, передача в центр. Пытаются, пытаются здесь футболисты Ливерпуля что-то придумать, но по итогу мяч потерян. И наша команда уже начинает контратаку. Передача на Ланцини. Тот мяч прокидывал, но не смог убежать вперед. Ну, нет, передача на Жоту. Жота раскачивает оборону, делает передачу на Салаха. Ух, ребята, вот это выстрел. Но заряженный Серега Таранов, который уже принимает передачу, пытается уйти сейчас от соперника, забрасывает в центр штрафной удар. Но и Алисон Беккер тоже легко забирает мяч в руки. Ну, нет, передача на Салаха, и молодец, Ореуля. Вовремя вышел. Разгоняем новую атаку нашей команды, Корне. По флангу сейчас несется, передача назад, здесь Серега Таранов. Раскачивает оборону, пас на Фреда. Дальний удар поворотом, рикошет, а вот сейчас может получиться контр-атака. И Нуниес несется на всех парах сейчас к нашей штрафной. Нуниес укрыл мяч корпусом, было положение вне игры. У нас 36 минут позади. Пока, ребята, нули на табло, но все чаще начинает наша команда ошибаться. Вот здесь здорово. Прессинг навязали, Серега Таранов. И ждем, ждем, ждем кого-то на фланге. И полетели уже в штрафную сами. Корне, Таранов. И снова долго. Далековато вот мяч, когда Таранов отпускает. Его укоротить очень сложно. Ну а защита Ливерпуля тут как тут. У нас начинаются вторые 45 минут. Такой, знаете, довольно сухой футбол. Минимум моментов, много возни в центре поля. И счет пока что 0-0. Корне, Серега Таранов. А вот отсюда ударить. Но Таранов проверил издалека Алисона Бекера. Но тот в порядке. Подача есть. Таранов делает скидку. И, ребята, гол. И вот так вот я решил поэкспериментировать. И сразу не бить поворотом. А сделал аккуратную скидочку на Керера, который смог замкнуть мяч в дальний нижний угол. Это 1-0. И Стандарт выводит нашу команду вперед. Посмотрим, как это было. Пошла подача. Таранов скидывает. Ну а Керер сзади замыкает. А вот уже и Ливерпуль в новой атаке. Скидка в центр. Передача. Тот же Керер, ребята, блокирует. Ну а Ливерпуль раз за разом просто начинает штурмовать наши ворота. Дальний удар Маккенни. И Алиуля вступает в игру. Раздосадован Юрген Клопа. Мосс Аллах начинает торопиться. Пошла подача. И снова Таранов скидочка. Подача в центр. Ну же забить. Какой момент. Ланцини. Надо бить. Хороший момент. Но снова Алисон Беккер, ребята. Александр Арнольд пытается залететь в нашу штрафную. У него получается сделать скидку в центр. Но снова наши защитники играют очень классно. Серега Таранов. А вот теперь нужно пытаться бежать уже в контратаку. Ждем, ждем, ждем. Партнера справа. Но он набирает скорость. Залетает. Уже в штрафную. Скидывает на Таранова. Таранов. Момент для удара. И снова Беккер. Он просто не позволяет Таранову сегодня забить. Таранов. Здорово. И есть в центре. Фред свободный. Фред. Надо бежать. Ну же. Корне. И он не попадает. Какой, ребята, момент. Арбитр добавил три минуты. И нас ждет последний штрафной. Последний штрафной в пользу Ливерпуля. Мохаммед Салах подходит к мячу. Он берет разбег. Он бьет поворотом. И чуть ли не забивает. Я на секунду подумал, что мяч залетает в сетку. Нет, ребята. Это минимальная победа. 1-0. Со стандарта забили. Ну и мы движемся дальше. У нас сейчас игра против Брайтона в чемпионате. А после этого следующая игра против Брайтона в кубке. Так что сейчас мы, так скажем, прочувствуем, на что способен вообще Брайтон. Как они играют. И вот они стартовые составы на эту игру. Мы полны сил, ребята. И давайте начинать. Сегодня Честерс выходит вместо Дембеле. Забыл я посмотреть, насколько Дембеле выбыл. Раз его меняли по ходу встречи, значит там что-то, ребята, серьезное. Что не позволяло ему продолжить игру. Или поиграть хотя бы еще чуть-чуть, чтобы замениться. Вот цели Таранова на эту игру. Сделать три передачи на половине поля соперника. Нанести два удара по воротам. И получить оценку не ниже восьми с половиной. Поехали, ребята. Мы пока лидируем. Отрыв на пять очков. Сейчас на второе место вышел Арсенал. Там постоянно все меняется. Но главное, что не меняется позиция нашей команды. Корне. Передача на Таранова. Здорово. Момент. Удар. И голкипер успевает среагировать. Это был хороший момент. Таранов снова против двух. Подача. Удар. На сей раз Таранов бил ближний. Классная передача на Таранова. Таранов залетает в штрафную. И забивает, ребята, первый гол. Здесь уже классно. Ланцини выкатывает Таранову. Это десятая минута. Это очередной гол нашего форварда. Ну и здесь. Выиграли борьбу в центре. Ну а дальше. Свободные зоны. Выстрел слевой. И здесь уже голкипер Брайтона спасти не сумел. Будет интересно посмотреть, в каком составе Брайтон будет выходить на кубок. А это, на секундочку, 48-й гол Таранова в 27 играх АПЛ. Просто какие-то фантастические цифры. Ну и, как я говорил недавно, у Таранова было забито в общей сложности в сезоне 65 голов. Так что, есть еще время. Здорово, разыграли. Честерс. Хороший пас на Таранова. Таранов пытается раскачать защитника. И получилось. Таранов надо забить. Ох ты ж. Как Таранов здесь разбирается, ребята. Ну да, пока вот такого уровня команды, конечно, для Таранова. Это как пощелкать семечки. Но не будем слишком сильно забегать вперед. Вчера в карьере Хантера у нас тоже были матчи с разгромным счетом. А потом мы столкнулись с большими проблемами. Так что, не стоит никогда считать себя королем футбола. И думать, что ты всех можешь обыграть просто по щелчку пальцев. Тот же Брайтон сейчас вполне может выбить нас из кубка в следующем матче. Поэтому не будем слишком сильно забегать вперед. Нам показывают, что Арсенал в своем матче играет пока 1-1. Но у нас в атаке Брайтон. Удар поворотом. Снова Таранов и Вире Честерса. Забегание прошло. Честерс, какой пас на Таранова. Таранов, надо хэт-трик оформлять. И хэт-трик есть, ребята. 50-й гол. В АПЛ. Я думаю, уже это заслуживает вашего лайка. Юбилей. 50 мячей в АПЛ. А это далеко еще не конец сезона. Ну и очередной. Очередной хэт-трик Таранова. Я уже честно не знаю, какой он по счету. Но здесь... Видел я Корне на дальней штанге. Но решил все-таки пробить сам. Новая атака Брайтона опасна. Но снова наши защитники спокойны. Таранов. Классно. На движении одном от Гвардиола уходит. Тот не догоняет Таранова. Таранов бьет. И просто издевательски укладывает. И еще один гол в ворота Брайтона. 4-0 и Покер. Но я думаю, можно будет... Небольшой отдых получить в этой встрече. Попросить замену во втором тайме. И уже готовиться к кубковому противостоянию. Серег Таранов. А если и отсюда пробить? Таранов. Момент. Удар. Здесь уже вратарь дотягивается. Но не всегда, не всегда бывает так, что каждый удар заканчивается голом. Таранов. Ланцини забить. Ребята, 5-0. Брайтон просто уничтожен в первом тайме. И пятый гол забивает Ланцини. Ну и здесь снова здорово поддавили в центре. Таранов увидел Ланцини. Тот прицелился и пробил в открытый угол. Ну и до перерыва. Ну и до перерыва я решил Таранов поменять. И, ребята, я думаю, я думаю, такое поражение быстро не забыть. Когда ты буквально два дня назад проиграл этой же команде 7-0. Сейчас собраться будет для них, мне кажется, большим-большим таким достижением. Нам нужно довести командное владение вещом до 55%. Процент доводок 40 и оценка 8,5. Ну, ребята, зная, как в FIFA устроены кубки, возможно, сейчас Брайтон будет совершенно другим. Корне, Таранов. Неплохо, Таранов с Лалом прошел. Удар и Гвардиол на сей раз все блокирует. Серега Таранов, момент, удар. Они вратаря поменяли. Они поменяли голкипера, ребята. 13-я минута, и вот уже они идут вперед. Прокидывают мяч в центр, успевают. Наши защитники и угловой у наших ворот. Игра складывается пока совершенно иначе. Моментов не очень много. Керар. Здорово, Керар, молодцом. Опасная передача, 1-0 Брайтон выходит вперед. 21-я минута, вот так вот хозяева выходят. В середине первого тайма в лидеры. А я говорил, ребят, что не стоит, не стоит еще в прошлом матче считать, что все уже сделано. Мы могли выиграть в чемпионате сколько угодно, но кубки это совершенно другой настрой. И Брайтон показывает как раз-таки свой настрой в кубке. 21-я минута. Они выходят вперед 1-0. И вот что сейчас будет делать наша команда, это уже вопрос. Хороший розыгрыш. Таранов набирает скорость. Полетел в штрафную соперника Таранов. Выкатывает на дальнюю. А там, ребята, никого. Еще момент. Удар. 2-0. 40-я минута. Брайтон за 5 минут до конца первого тайма забивает второй. И вот нам ответочка за крупное поражение в чемпионате. Здесь уже, кажется, наша команда недооценивает соперника. Думая, что раз мы только что выиграли 7-0, то и вторая игра должна сложиться так же. Серега Таранов ждет забегания. Корне. Корне забегает. Ну же, скидывай в центр. Таранов. Момент. Удар. Гол. 2-1. 2-1, ребята. При этом мы сдаваться не намерены. И только лишь Серега Таранов знает, как взломать эту оборону. Дождались мы ответного паса от Корне. Прицелились и бахнули в дальний угол. У нас начинаются вторые 45 минут. Мы пока уступаем 2-1. И, ребята, нужно, нужно добавлять. Разыгрывать. Неплохо. Ланцини. Кати дальше. Корне. И Таранов понесся в штрафную. Подача. Таранов. Момент. Удар. И вытаскивает вратарь. Просто, ребята, какие-то чудеса. Таранов штрафной. Скидка на Влашича. Ну же. Кати дальше на Ланцини. Керрер. Здорово. Влашич. Ну же. Накидывай в центр. Влашич. Подача. Таранов. Забить. 2-2, ребята. Здесь уже не хватает немножко опыта футболистам Брайтона. Они оставляют Таранова одного. Там еще и Ланцини был рядом. И в итоге Таранов делает дубль. Сравнивает счеты. Играть остается чуть больше 20 минут. Опасно, ребята. Удар. И повезло, что здесь игрок Брайтона не сделал скидку в центр. Там был совершенно один Уэлбек. А вот уже и Ариуля. Чудеса реакции. Удар. Снова Ариуля. Бежать. Бежать, Корне. Таранов. Момент. Удар. Вынимает. Третий. Хэт-трик Таранова. А Корне побоялся взять на себя. Вот есть у него такая небольшая проблемка. Иногда боится взять все в свои ноги и руки. Но Серега Таранов не подводит партнеров. Это его хэт-трик. Это камбэк. В одной восьмой Эмирейдска. Не зря. Не зря бежали. Не зря поддерживали атаку. Ну и смена голкипера сегодня не помогает Брайтону. И еще играть, конечно, 15 минут. Не будем. Слишком сильно забегать вперед. И снова здорово. Передача на Таранова. Таранов. Набирает скорость. Таранов. Момент. Удар. Все. Это точно конец, ребята. Восемидесятая минута. И покер Таранова. Он закладывает два покера в ворота Брайтона. По истечению трех дней. Сначала в чемпионате, а потом и в кубке. Все, ребят. Брайтон посыпался. Забросик на Корне. Удар его по воротам. Голкипер спасает. А вот здесь небольшой провал уже в нашей обороне. Но успел. Успел Эрнандес отработать. Таранов. Передача на Влашича. Влашич набирает скорость. Кати в центр. Кати. Влашич. Ну же. Ланцини. Удар. Ну что ж такое-то. Но все равно, ребята. Это победа. Даже с таким неудачным ударом Ланцини мы все равно побеждаем со счетом 4-2. Серега Таранов просто вытаскивает Вестхэм. И мы выходим в четверть финал. Надеюсь, выпуск вам понравился. Поддержите обязательно его лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...